всем здарова сейчас покажем вам симпатичное местечко называется саян поэнд находится чуть севернее убуда вот так вот на дороге вход такой и но совершенно не очевидно что здесь есть какое-то интересное место сейчас посмотрим проход в это кафе вот тут когда проходит сейчас слышно русскую речь то есть тут просто вилла чья-то кто-то здесь живет а место в котором идем от просто кафе ничего особенного но хотя на самом деле особенность есть особенность она в том что очень хороший вид очень красиво здесь и еще здесь просто хорошее кафе вид я вам сейчас покажу получше а кафе вот здесь находится симпатяги да я хотел бы такие цветочки дома но здесь им немного темновато и поэтому количество цветов маленькая на кусте а если в более солнечном месте то и цветов больше тогда о класс очень люблю растения потом как-нибудь покажу свою коллекцию но просто у меня проблема в том что коллекция еще не собралась колладиум класс мне тут сейчас куча шмоток в руках сейчас я все положу устройство еще поснимаем немножко покажу да сейчас конечно на бали очень сложно попасть и с билетами тяжело и эти сертификаты все эти дурацкие визы и карантин поэтому вот по крайней мере на видео покажу как у нас тут дела и что тут вообще происходит сейчас туристов практически нет на острове ну примерно может быть два процента от того что было раньше класс да в общем есть качели можно качаться но мы не качаемся мы почему-то не качаемся красивый вид очень здесь сегодня прекрасный день а очень кучная облачность и соответствии с этим не так жарко не такое палящее солнце и здесь есть бассейн инфинити басик мечта знаете многих сфотографироваться в бассейне на фоне красивого вида вожделенная мечта каждого это удовольствие стоит здесь 100 рублей но если чего-нибудь заказываешь что тогда можно в принципе бесплатно мы сейчас позавтракаем и танечка с марсом будут купаться а я просто почилю что-нибудь поснимаю посмотрю может быть какой-нибудь видосик и так здравствуй танюшечка ну давай рассказывай про это место нет про меню что там светит нам мне с нам светит кокос кокос просто фреш кокос для малыша и для меня я хочу взять тот сэндвич который ты брал в прошлый раз он называется наверное point club сэндвич он стоит шестьдесят к 300 рублей тут есть маршрум суп ты по вам даже брал есть овощной есть супчик с сифудами я хочу супчик с сифудами но наверное может другой раз а цены такие смотрите вот салат из папайи 35 тысяч на 5 умножайте будут рубли ну тысячи отбрасываем опять умножаем то есть 35 тысяч это получается 165 рублей да анкилозавр бургеры здесь очень вкусно готовят в этом кафе прям хорошо а потом если говорить не сказать что прям совсем дешево равняясь на средний уровень например вот в разделе favorite dishes самый популярный на сигарем который обычно стоят около 30 здесь стоит 65 но в целом вообще как бы я бы сказал так что в этом кафе цены такие же как в россии но качество этой еды она будет выше потому смотри ты можешь сходить в шоколадницу лифтам в тарас бульба какой-нибудь теремок не знаю муму и столовой номер 2 и там пообедать позавтракать поужинать и это будет стоить примерно столько же сколько здесь просто само качество еды будет немного разным здесь просто за те же деньги получишь лучший сервис более красивый вид более ну побольше порцию наверное и вкуснее посмотрите сколько цветов вот будет вот прям много-много цветонос здесь вот открываются цветочки класс вообще да тут кстати на бали тоже бывают сезоны цветения растений то есть не все время все в цвету а так вот знаете бывает так что там тут что-то цветет там что-то цветет а иногда бывают случаются какие-то такие времена когда цветет на хрен все и просто обалдеть глаза разбегаются вот зачем я сказал вот смотрите как провод на битву просто на пальму этими гвоздиками там наверху стоят светильники марс короче не может разговаривать ни о чем кроме динозавров и у меня честно говоря мозг от этого рушится я очень устаю и уже начинаю раздражаться но к сожалению с этим ничего нельзя сделать точно ребенку нельзя запрещать думать о том о чем он хочет думать нужно наоборот учить с детства ребенка иметь свое мнение свои представления свои мысли свои интересы свои желания свое место и просто больше себе по жизни позволять поэтому я не могу ему как то вы выказывать свое раздражение по этому поводу это серсак знать что такое серсак это такой прикольный фрукт он на но не похож леной на он внутри такой кисло-сладенький с черными маленькими косточками которые легко отделяются и мякоть такая очень водянистая если на нее нажать из нее прям сок течет прикольный фруктик такой но как бы специфический не всем по вкусу они предлагают но сейчас он стоит не 50 а 100 и сюда входит пользование басиком один выбор еды я могу даже взять тебе туна стейк например за 80 1 мактей и ну этот и а у сукин гифт его я сутку стоит все но проблем я чтобы ты хотел съесть давай я меню посмотрю посижу себе в общем нам предлагают за 500 рублей такой пакет можно купаться в бассейне можно взять любую еду из меню но если еда больше 80 тысяч стоит тогда еще десятку десятку там разницу надо доплачивать ну то есть допустим допустим вот я могу пиццу взять это будет входить в пакет полностью а если я возьму например стейк из тунца тогда мне надо будет десятку еще доплатить вот и соответственно еще входит коктейль и этот пакет будет стоить не 150 а 100 саянин маккан порк рипс это дал вам пакет окей я саябли пакет я я тебя папа а окей данна он я уже освободил а айс я я ангелин складывай своих динозавров рюкзачок и пойдем вниз татьяна владимировна форсизон до 4 сезона типа сейчас он закрыт на карантин но это самое типа крутой и дорогой отель на бали но может быть не самый конечно но один из у нее смотрите как интересно потом получается верхняя вот эта чаша там просто прудик такой а нижняя там ресторан и вокруг ресторана еще тоже вода все везде сейчас спустимся вниз дерево называется баньян есть еще бадьян но бадьян это специи такие звездочки знаете такие это баньян но здесь в индонезии он называется пахон бариньян пахон значит дерево а бариньян это то же самое что баньян вот так вот интересно корни растут такой сеткой и они очень твердые то есть это прям такая твердая твердая древесина и они уходят землю и опутывают все и знаете что у дерева корневая система она примерно такого же объема как само дерево может чуть поменьше то есть представьте сколько корней уходит под землю вот этого огромного дерева в этом кафе очень хорошо проводить какие-то встречи деловые и не совсем деловые полуделовые обсуждать какие-то проекты здесь часто можно каких-нибудь девчонок симпатичных встретить которые здесь встречаются общаются потому что ну место то смотрите шоколадная видос какой а при этом хорошее кафе недорогое цены очень приемлемые в общем как бы злобно это не звучало но этот карантин он принес нам больше удовольствия и радости чем горе и страдания ну вот нам лично нашей семье потому что сначала мы получили вполне законно от государству выплату где-то около 400 тысяч рублей за то что мы бедные несчастные россияне застряли за границей потом мы получили огромные скидки на различные жилье и всякие разные услуги еду и прочее в связи с тем что здесь кроме нас никого не осталось очень как бы хорошо здесь на острове на бали когда тут никого нет ну то есть когда они тут толпы туристов и так далее потому что я помню перед новым годом это как раз девятнадцатый год был мы даже в убуд не ездили мы жили около пепита там у арджуны но в самом убуде но на его окраине и у нас был магазин под боком хороший поэтому мы просто ходили туда за продуктами я отказывался на скутере ездить в убуд потому что такие страшные пробки были что но даже на скутере невозможно было никуда просто проехать я просто там везде все время застревал и страдал там в пробках вот сейчас конечно ну цепи с пандемией как бы все прекратил и прекратились любые какие-либо пробки то есть везде свободно в кафе никого нет вот мы пришли мы здесь одни кроме нас тут никого нету пожалуйста вот тебе бассейн за за 500 рублей еда напиток и бассейн все это входит в пакет 500 рублей конечно тоже деньги но я думаю что в россии такой сервис просто невозможен такие деньги пляжи свободные дороги свободные виллы всякие лакшери свободные все отлично единственная как бы такой нюанс что но нужен доход постоянный потому что несмотря на то что все относительно дешево все равно за все приходится платить платить приходится регулярно за детский садик платить 35 тысяч рублей за виллу платить почти 40 тысяч рублей каждый месяц за машину платить каждый месяц 13 там или 14 тысяч рублей плюс связь плюс бензин плюс не знаю еда и того как бы меньше чем на 150 к в месяц у нас здесь жить никак не получается если бы у меня хотя бы 150 тысяч рублей в месяц не было бы я не знаю как бы мы жили наверное не снимали бы машину наверное бы ездили на одном скутере наверное экономили бы на еде жили бы в одной комнате в гостхаусе там за миллион например там пель 2 миллиона в месяц наверное не водили бы ребенка в сад а просто то не сидела бы с ним дома но это очень тяжело сидеть дома с ребенком постоянно я честно говоря удивляюсь и я не понимаю как это работает но некоторые женщины не водят детей в сад маленьких там трехлетних типа тусуются с ними дома и даже не с одним а с несколькими там с двумя а с тремя детьми дома тусуются и типа норм я не знаю каково это потому что вот они сейчас ездила в америку я один оставался дома с ребенком но как один со мной были аня лера и ваня почти все время потом они уехали и мы с марсом остались вдвоем на неделю я как бы выжил почти даже не страдал эту неделю то есть мы просто занимались с марсом постоянно купались рисовали играли и у меня был режим дня как бы весь полностью заточен на ребенка то есть я с утра вставал он просыпался значит я его там кормил завтраком потом мы куда-то ехали гулять потом возвращались играли дома и так далее пока он не заснет и надень трусики ему а трусов нету поэтому нельзя показывать как марс купается то забанят в общем голые дети это естественно это естественно для всех и мы сами в нашем детстве купались голые там до восьми лет и сейчас дети везде повсеместно купаются голые без проблем и это не вызывает никаких сложностей ни у кого но вот типа правила интернета такие что голых детей нельзя потому что педофилы маньяки они активизируются из-за этого и маньячат и все больше и больше может быть приходится считаться с правилами и больше ничего не остается так вот о чем это я о том что ну конечно деньги нужны для того чтобы здесь прилично жить и как как и везде как и везде в россии тоже ну меньше чем там на 150 ну не не знаю как жить даже с учетом того что там свой дом потому что в россии там если ты на машине ездишь то хотя бы но как минимум только штрафов одних там десятку в месяц точно будешь платить а потом еще постоянно какие-то документы переоформлять надо постоянно нужно ходить в магазин заправляться и за все платить 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 и платить поэтому чё-то я загрустил давайте лучше о чем хорошим смотрите какая красота рисовые поля террасы пальмы кокосовые река делает такую красивую петлю воды кстати в реке немного сейчас бывает побольше но они не очень мало бывает поменьше и всякие красивые виллы утопают в зелени например вот ведь как красивые дорогие виллы на которых никто не живет там воняет плесенью сыра внутри муравьи все обосрали и никто там не живет вот приезжай и живи за треть цены пожалуйста сейчас такая возможность есть но чтобы сюда приехать сейчас нужно заплатить 300 долларов за бизнес визу на 5 месяцев на 6 месяцев нужно но там потом что доплачивать надо за продление то есть она дается только на два месяца всего вот то есть потом его продлевать на а потом надо еще заплатить 800 где-то но нет не 800 где-то от 500 до 800 долларов за карантин в отеле 8 дней в отеле надо сидеть потом надо быть полностью вакцинированным то есть пройти все этапы вакцинации иметь сертификат с qr-кодом но и билеты дорогие тоже потому что прямых рейсов сейчас на бали нету а он там смотрите приколы видите крестьяне ходят по рисовой террасе и они утопают по колено в грязи потому что рисовой террасы это затопленная глиняная такая площадка и там очень глубокий ил такой то ли глина то ли земля то ли ил непонятно что но в общем короче глубокая такая субстанция вязкая вот этот человек похоже это старый человек такое ощущение он с тяпкой а эта женщина она с тяпкой и она что-то там равняет свои эти угодья а вон там дальше я вижу вон там вон какой-то огородик кто-то выращивает овощи там видимо или еще что-то знаете вообще мне хотелось бы иметь балийскую ферму свою но не ферму а как бы такое хозяйство домашнее то есть где-то тоже вот так вот в джунглях но недалеко от дороги основной чтобы можно было легко на машине перемещаться участок земли большой и желательно чтобы с тоже с хорошим видом и там выращивать овощи всякие разные растения декоративные на продажу можно будет делать вино на продажу там грибы выращивать какие-то хорошего сорта допустим какие-нибудь типа оранжевые вешенки апельсинового цвета знаете вешенки такие лимонные было красиво очень вот ладно ребят что-то я заболтался короче вот такое вот кафе а сейчас нам принесут еду мою попробуем и все а это самое слабо прыгнуть вот из этого бассейна вот в тот там глубоко я думаю что я смогу кстати смотрите рафтинг жив кто-то сплавляется на плоту он еще есть вот ждая сделаю пару кадров вот стань красиво вот так вот напротив этого своем дорогущим купальники у тебя же дорогой купальник помнишь это нам в комментарии к видео написали где мы с тобой на пляж ездили и там кто-то написал такой комментарий что да в дорогущем купальнике с голой задницей среди этих индонезии которые в штанах и в майках ты конечно смотришься как белая ворона на этом пляже давай короче вот кадр чик 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 все я отстрелялся не не я не хочу попрыгать я хочу поесть что ты делаешь что ты делаешь что ты делаешь шиши 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 так ты такая счастливая вообще я на самом деле болтею вот этого пейзажа здесь сейчас я скажу молчи пока он прям знаешь какой-то как из из грибного трипа вот реально вот эти вот вот эти пальмы которые повторяющиеся такие давай 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 плывем молодец мать конечно красавчик у нас просто радует нас так что тут у нас позвольте я прилягу на ваше место так чем тут почуют нас урешки это значит что такое это называется крупук крупук ребят он сделан из какого-то растения название которого я даже не знаю то ли косава то ли корешок какой-то честно говоря не знаю хрустяшка такая прикольная да танюш здесь очень хорошо это secret place саян point называется все сюда короче тут это дешево вкусно и красиво еще они всегда угощают вот такими орешками это арахис да жареный жареный и он такой знаете солено сладкий прикольный очень на вкус тебе понравился марс или ты такой не любишь краска кола и кофе латте красота да сколько сейчас вот такой кофе латте в москве стоит в кафе это напишите в комментах шоколадницы там в какой-нибудь или в класс идеальный кофе смотрите и понравилось на второй круг пошла вот такой у меня завтрак свины и ребра картошка жареная и я еще надеюсь похудеть после этого почему мне стыдно потому что мне не удается оказывать на тебя этого это благотворное влияние давай начинать кушать давай куда тебя поставить на коленочке марс будешь мой сэндвич кушать сэндвич хочешь мой сэндвич сынок что там у тебя с чем у тебя сэндвич расскажи яйцо овощи духом мех и мне хочу можешь мне отдать я хомяк а ты хомяк отлично кусает мусин как аллазавр кусается хлебушек как будто не очень свеженький ну это и издержки производства так сказать а в остальном очень даже неплохо у нас сегодня суббота читинг дэй чьянг чить читинг это значит день типа когда ты ешь или делаешь то что ты обычно не делала ну типа свиные ребра на завтрак потому что паша конечно не каждый день есть на завтрак свиные ребра обычно это что-то полезное на самом деле что я успела приготовить вот но сегодня семейный день мы тусуемся они знаешь так не на отвали делать нормально да еще попробуем если не на отвали то ребра должны отвалиться с косточкой то есть мясо должно с косточкой отвалиться вот так вот берешь и она отваливается прикиньте все по-настоящему все по-настоящему сделано вообще молодцы класс да они кстати очень быстро приготовили как им это удалось я не знаю наверное они ну не благая заготовка да уже разведен гриль и так далее они быстро просто чик греческий салатик без сарафета но он посыпан пармезаном сверху ну вкус классный хорош заправка и овощи качественные вообще здорово короче еда мне очень нравится клубничный сквош типа мохито только мята мята нет зато из клубника ну короче газировка с клубникой вообще обалденная штука не знал что так вкусно класс будем дома делать миска тут еще соус такой барбекю ага соус вообще кстати соус прям то что надо знаешь тихо марш он не не слишком соленый не слишком мост и не слишком сладкий не слишком густой рем как надо меня не густой хороший класс и что ваще еще есть тоже на гриле я так нравится прийти в хороший кафе и за весьма адекватную сумму прям поесть хорошо это вот с таким видом 25 минутах от нашего дома вам пойдемте еще прогуляемся вот тут есть еще дорожка вниз посмотрим что там танк смотри какие цветочки милые класс да вот я такие хочу много да я хочу много таких чтобы окромить ими самому там эти филиконе в доме я думала что тут все кончается давайте а сфоткаю типа в гнезде нет конечно все нормально будет готова вот так вот смотрите опа все значит смотрите вот это называется хеликония хеликония вот такие вот цветочки еще ее называют крэп клоу то есть крабья клешня ведь похоже на клешню краба да тонюшечка ты не обиделась нормально я про сейчас это еще оборудование бассейна посмотрю и вернусь ага хеликония называется вот такие вот просто невзрачные вот такие пальмовые листы ничего особенно они обычно когда ну поживут немного их ветром потреблят они вот так вот разваливаются и такие становятся не особо но зато у них вот такие вот висюльки эти висюльки они бывают больше метра длиной вот еще бывают такие же которые торчат вот так вот как эти самые как какие-то тропические птички и бывают еще такие которые ну большие такие висят тоже вниз свисают вот я короче мечтаю вот завести хеликонии вот такие висю висюльки вот такие вот дома но чуть все они как руки не доходят блин покупать где-то надо хозяину говорю вези он не везет это знаете что такое домик такой из глины не термитый наверное это наверное знаете здесь так короче короче какая-то как пчела то ли пчела то ли шершень какая-то вот такая не знаю как называется вот она делает такие а это по-моему хамаланема называется да классное растение его если в маленький горшок посадить несколько сразу 223 растения в один по получается много листьев она прям красиво так растет класс вообще начало папоротники тоже мне нравится очень смотрите миляга какой папоротники любят влажную но не мокрую почву здесь как раз мне кажется для них идеальное место сейчас покажу оборудование бассейна вот этого прекрасного бассейна который там наверху вон там по ощущениям кубов 30 где-то объемом и вот оно все это оборудование который состоит из помпой то есть насоса и песчаного фильтра больше тут ничего нет здесь у нас наверное сам бухгерная емкость вон там водичка бухгерная емкость у бассейна обязательно должна быть и краны все и трубы из электрооборудования здесь механический дайвер за 150 рублей из икеи адаптер на 12 вольт для подсветки вот так вот мы тусуемся по выходным вот приехали в кафешку немножко здесь пообесновали сейчас поедем домой обратно надо заниматься делами домашними вечером к нам приедут гости с ночевкой и и мы надеемся пораньше уложить марса и хорошо провести время завтра мы подольше поспим и поедем к морю собственно мне наверно на данный момент больше нечего вам сообщить и надеюсь что вы не зря потратили время на это видео может быть чуть новенькой узнали или вам просто было приятно посмотреть на самом деле видео вообще ни о чем и я как бы от него ничего не жду это просто видеоблог и повествование о нашей жизни о том как у нас все происходит как видите не самый худший вариант до в условиях глобального всемирного кризиса финансового и эпидемиологического и и так далее надеюсь у вас тоже все хорошо и вы не считаете что мы гады твари сволочи и так далее хотя вы можете считать как угодно это ничего не изменит в общем давайте до встречи а